Дом эстетики и медицины Формула Мало кто сегодня вспомнит, что когда-то в нашей стране вообще не было салонов красоты. В парикмахерских обслуживали в порядке живой очереди, красители для волос являлись страшным дефицитом, но и о том, что такое сервис, речи вообще не шло. Первым салоном современного формата в нашем городе стала имидж-студия Елены Ивановой, и было это 23 года назад. Этот день рождения имидж-студии отмечали в формате Дня красоты. Вспоминали, как в первые дни работы первые клиенты впадали в ступор, увидев вежливого администратора. Как привозили из Москвы импортные шампуни. Как приобщали Челябинск к тенденциям мировой парикмахерской моды. У каждого из гостей при этом нашлась своя личная история, связанная с имидж-студией. Я хожу в эту студию уже достаточно давно, очень давно. Лет 15 назад меня мама привела сюда на маникюр к Яне. Это неотъемлемая часть моей жизни. Для меня они такие любимые, родные. Всегда попадаешь в атмосферу талантливых людей. Это был первый салон вообще, о котором начали говорить. Я попала сюда благодаря Наталье Александровне. Знакомство с студией, естественно, началось с Леной Ивановой. Ну, конечно, всегда знала, всегда была на слуху. Мне кажется, это был один из первых салонов. На таком уровне в городе Челябинск. Безумно восхищаюсь, безумно горжусь, что я являюсь еще и другом, а не просто клиентом салона. Тенденции развития имидж-студии сегодня – курс на роскошь, эксклюзив и внедрение передовых технологий. К счастью, сегодня в Челябинске это необычайно востребовано. Я бы хотела пожелать успехов, процветания и сказать, что я очень люблю весь коллектив Мидж-студии. Долгих-долгих лет, конечно же. Линия здоровья, задора, настроение – это то, что всегда у нее есть. Успехов и немножко терпения, может быть, оно всегда понадобится нам. Сохранить нарушенный темп и никогда себе не изменять. Все проекты получались, чтобы все свершалось. Чтобы больше у них клиентов было. Место, в которое хочется всегда возвращаться. Я желаю им процветания, благодарных клиентов, ну и желание творить и желание своих клиентов перевоплощать, я бы так сказала. Спа-ритуалы Ларих, технологии окрашивания от Голдвилл, а также уникальная система ультразвукового холодного наращивания. Эти и другие осенние премьеры достойны отдельного разговора. Ну а пока наши поздравления поклонникам и творцам красоты и индивидуальности. Стильной команде настоящих профессионалов. Вы смотрите Бьюти Тайм. Далее в выпуске стилисты-телеведущий Александр Рогов о внутреннем дресс-коде, мужских шляпах, вечерних платьях, татуировках, индивидуальности и о многом другом в интервью нашей программе. В зале ни одного свободного места. Желающих узнать о том, как трактуются модные тренды сезона, собралось более 500 человек. Энергичный, обаятельный, с чувством юмора. Стилист Александр Рогов откровенен с публикой в жизни, как и на экране. Прямо, но при этом тактично рассказывает об ошибках стиля лично каждое, кто его об этом попросит. Что пытаюсь я сделать? Я пытаюсь нашу страну научить в душ ходить, бошку мыть, чтобы от них потом не пахло. А во что они одеты? Главное, чтобы было чистенько и аккуратненько. Я за простые истины. Вы всегда будете выглядеть дорого и хорошо, если на вас опрятная чистая одежда, если от вас хорошо и вкусно пахнет, если у вас чистые волосы и вы обладаете мозгом. Вот и все. Есть определенные стандарты, мы живем в обществе, есть определенные ожидания хотя бы какого-то визуального образа. Это реально важно. Даже несмотря на то, что, как вы говорите, многие сейчас этими правилами пренебрегают. Я этими правилами не пренебрегаю. Я считаю, что вы все можете делать, что хотите. Хотите, хоть в трусах в одних ходите по улице. Тут вопрос в том, что внутреннего дресс-кода никто не отменял. Есть офисный дресс-код. Это всегда классическая одежда без излишеств. Это всегда, если женщина в юбке, она обязательно должна быть в колготках. Это не оспаривается. Это может быть и занудно, но это факт. Я считаю, что из этого прыгивать не надо. Это, наоборот, многим людям, которые не понимают, как одеваться, помогает одеться правильно, грамотно и не выглядеть странно в офисной ситуации. Соответственно, правила, они в любом случае важны. Они помогают людей построить. Строить людей в офисе нужно. Это не веселая тусовка, где каждый кто во что гораст. Офис – это место, где люди работают. На работе отвлекать от работы нельзя. При этом есть еще правило адекватности. Если у вас работает неадекватный персонал, который не понимает, что на работу в офис не приходят в декольте, в коктейльном платье и не носят чулки на работу, то, наверное, с этим людьми нужно попрощаться. Не соответствуя такому внутреннему дресс-коду, в частности, говорит об образованности и о желании человека быть все-таки частью команды, а не выделяться из этой команды. Вот и все. Давайте все-таки учитывать, что несмотря на то, что жестких дресс-кодов давно никто не прописывает, есть внутренний дресс-код, которому соответствовать должны и соответствует этому дресс-коду, показывает вашу образованность, уважение к тем людям, к которым вы сейчас пришли и так далее. Если вы идете на коктейльную вечеринку и планируете всех там удивить своей женственностью, конечно, платье. Но если вы идете куда-то, где брюки будут уместны, это собеседование, офис, ну, я не знаю, что-то такое, значит, возможно, при этом есть классные брюки с высокой талией, можно в эти брюки заправить красивую блузу. Ну, вариантов множество. Поэтому, конечно, в брюках тоже можно чувствовать себя и сексуальной, и привлекательной, обворожительной, фееричной, волшебной, умопомрачительной и так далее. Ну, я бы не стал говорить, что татуировки – это модно или это не модно, стильно – это не стильно. Татуировки – это твое самовыражение. На моем теле татуировок 20. Ни об одной из этих картинок я не жалею, потому что они были набиты в конкретный момент времени, по конкретному поводу. И даже если что-то из моих татуировок сейчас устарело, это не значит, что я буду этой татуировки стесняться. Вот и все. Поэтому взвесьте все за и против, решите, зачем вы это делаете, сколько вам лет, что вы не в 15 себе набили на, простите меня, на спине, надпись «Кис Маэс», а потом не знаете, что теперь делать на пляже, когда он 48, то, ну, простите, надо было думать. Поэтому давайте думать, давайте взвешивать. Возможно, я, кстати, в тату-салонах повесил бы запрет на то, чтобы набивали татуировки лица до 21 года. А почему нет? Ты реально в этом возрасте хотя бы более-менее осознаешь вообще, что ты делаешь? Я первую свою сделала в 25. Нормально, по-моему. Сейчас каждый модный бренд делает то, что он хочет. И если раньше модный показ – это было непременно начало с чего-то повседневного, переходило в вечернюю зону и заканчивая с выходом невесты, то сейчас, конечно же, этого уже давно нет. Показ может начинаться с вечернего платья, невесты там вообще может не быть. Или показ полностью собран из простых футболок и джинсовых шорт. Неважно, что сейчас модно. Мода сейчас делает все для того, чтобы своему клиенту, своей аудитории продемонстрировать то, что вообще не надо думать ни о чем, кроме себя и своей уникальности. Если вы человек уникальный, с уникальным стилем, вы, наоборот, сделаете все для того, чтобы не в тренде быть, а чтобы быть собой. А из чего вы это сделали? У кого-то есть возможность только в секонд-хенд пойти или в магазин доступного сегмента, а кто-то оденется от люксовых брендов. Это не важно. Важно то, как вы оделись. И если сейчас просмотреть модные блоги, то, кого на улицах фотографируют и проанализировать, что было 5 лет назад и сейчас. 5 лет назад на улицах снимали девушек, которые с ног до головы одеты в дизайнерскую одежду. Желательно, чтобы это был тотал лук с показа, где ничего не изменено. Вот ровно как было, так оно и вышло. То сейчас фотографируют тех людей, которые вообще одеты так, будто бы они модой не интересуются. Драные джинсы, какие-то футболки, все, не в попад, огромные какие-то кофты, 90-е, вот эти чокеры на шее. Все сейчас должно быть максимально легким, максимально простым и максимально уникальным. Вот если вы уникально выглядите, неважно, шляпы на вас, офисный костюм, туфли на каблуках, платье вечернее, возможно, со шлепанцами. Главное, чтобы вы могли это нести и чтобы вы могли этот свой наряд преподнести с полной ответственностью. Клиника лазерной хирургии и косметологии «Диплекс». Легендарная клиника, где меняются судьбы. Мамма-пластика. Пересадка волос. Блефоропластика. Липосакция. Ринопластика. Лазерное омоложение. «Диплекс». Легендарная клиника, где меняются судьбы. Телефон 211-23-23. Информационный портал «Моя новая жизнь.рф». «Тайвай». Все виды тайского и балийского массажа в премиум формате. Территория тайского спа «Тайвай». Российская 206. Телефон 223-23-20. До 30 сентября при покупке от 3000 рублей скидка на следующий массаж 50%. Инновационная система бережного отбеливания «Клокс». Спрашивайте в группе клиник «Стоматологическая практика». Лариса Ринар снова в Челябинске. Творческая встреча с читателями состоится 1 ноября в Библиоглобусе ТРК «Фокус». А 2 ноября ждем вас на мастер-класс «Круг женской силы. Перезагрузка». Подробности по телефону 8 912 807 400 и 8 912 79 17 555. В рамках события под названием «Бьюти-шоу» представили креативные работы стилистов-парикмахеров и мастеров мейкапа. Нашлось место и для новых коллекций местных дизайнеров. Подробности далее. В этом месте модно все. От музыки, света и атмосферы в целом до моделей, гостей и непосредственно самих участников процесса – стилистов-бьюти-шоу. Тенденции сегодняшнего дня таковы. Людей интересует не столько продукт моды, сколько процесс его создания. Поэтому такие события, как бьюти-шоу, сейчас популярны. Мы создали нечто новое. Мы сохранили стиль бьюти-шоу. Это своеобразная приколность этого мероприятия. В отличие от прошлого бьюти-шоу, здесь нас мало на сцене. Мы не выступаем. Мы отдали роль моделям. Сегодня мы хотим показать, что такое женщина и как ей быть очень круто. Как ей быть классно, как нужно быть свободной, будучи женщиной. Как бы далеко не заходили фантазии бьюти-творцов, их задача – отразить тенденции наступающего сезона. Я считаю, что у нас несколько большая задача, чем просто быть визажистами или просто быть парикмахерами. Мы хотим поставить такую некую прививку вкуса девушкам в Челябинске, чтобы они знали, что не нужно себя ограничивать в правилах. Нужно их иногда нарушать и нужно творить. Одежду в показе представляли начинающие и именитые дизайнеры, а также бутики. Концептуально разные образы, но все представлены в актуально черно-белой гамме. Сегодня будет такой странный микс из моих трех коллекций. Здесь есть вещи из мужской коллекции, из новой, которой я покажу новым флешинг-ликем. Потом здесь есть коллекция осенняя и летняя, самая первая коллекция. И, конечно же, это все супер-пупер образами, которые сделала Ирожоха. В общем, это тарк-принцессы. Черно-белая гамма была представлена. Мы все подбирали для того, чтобы прически смотрелись в выигрышном цвете. Мы все делали для того, чтобы создать общий концепт-шоу. Пришла, чтобы почувствовать энергетику, получить заряд позитивных эмоций. Но мне, как парикмахеру, конечно, хочется какие-то техники новые посмотреть, стиль. Мне кажется, любая, каждая девушка должна посетить мастер-класс Ирины, чтобы взять пару советов у нее. Такие события у людей вызывают множество эмоций. Для одних это просто эстетическое удовольствие, а для других, возможно, даже и руководство к действию. В этот период времени, когда мы уже окончательно перешли в сезон холодов, стилисты рекомендуют провести разбор гардероба, чтобы убрать вещи, не соответствующие сезону, настроению и, возможно, даже фигуре, которая могла за это время измениться. И вот только после такой ревизии стоит отправляться за покупками. А вот и несколько идей для предстоящего шоппинга. Формируя актуальную палитру сезона, аналитики, как правило, предлагают несколько оттенков каждого из базовых цветов. Спектр красного этой осенью представлен не только в традиционных осенних красках, но и в довольно привычных пастельных тонах. Мягкий вариант лилового прекрасно сочетается с серым. Огромное значение в современной моде играет фактура. На мягкой замше, а также визуально теплых хорсовых тканей этот лиловый цвет становится еще более нежным. Этот оттенок в каком-то смысле универсальный, поскольку он может участвовать и повседневной, и деловой, и вечерней, и спортивной одежде. Конечно, лучше, если фиалковый будет в качестве дополняющего оттенка, а не основного. Дом эстетики и медицины «Формула». Наша специализация – снижение веса и уменьшение объемов тела. Диагностика, правильное питание, аппаратная и инъекционная косметология лица и тела, фитнес, тренажеры, танцевальные программы, позитивная психология. Дом эстетики и медицины «Формула». Мы делаем этот мир легче. Телефон 211-50-30. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На Пушкина 65 и Сони Кривой 30. Образовательный центр «Чудо-Чадо» открывает детский эстрадный театр. Занятие эстрадным вокалом, хореографией, сценическим движением и актерским мастерством. Запись видеоклипов, участие в конкурсах и концертах. Подробности по телефону 215-26-05, а также в группе ВКонтакте. ФИБ – масштабное фэшн-событие осени. Маркет дизайнерской одежды и аксессуаров. Живое общение с авторами модных коллекций. Мастер-классы ведущих стилистов города. Бьюти-рум – макияж и укладка всем желающим. Для детей организована игровая площадка. 2 октября – гранд-отель «Витгоф». Подробности на сайте fib74.com Вы смотрите «Бьюти-тайм». Далее в выпуске красивые подробности красивых событий в формате «ноу-коммент» в завершении выпуска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Все выпуски «Бьюти-тайм», новости и анонсы, а также конкурсы с приятными призами – все это на сайте bd31tv.ru. А у меня все. До встречи. Стилисты проекта «Модный дом. Я», имидж-студия Елены Ивановой, дизайн аксессуаров Ольга Трофимчук. Стилисты проекта «Бьюти-тайм» 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 Продолжение следует...